Мы объехали много городов России и сегодня хотели бы вам рассказать основные правила выбора теплиц для того, чтобы у вас получилась качественная покупка и вы не были обмануты продавцами на российском рынке. Теплица на российском рынке стоит порядка от 15 до 35 тысяч рублей. Соответственно, это крупная покупка и к выбору этой покупки нужно подходить аккуратно. Это вам не спичечный коробок купить. Первый вопрос, который может возникнуть, это качество материала. Какого же качества выбрать каркас? Он может быть выполнен из пластика, дерева или металла. Конечно же, мы в теплице находимся очень много времени, и поэтому нам необходимо выбрать качественный материал, которым является металл. Металл имеет защитное покрытие. Это может быть черный металл, покрытый окраской порошковой или обычной, или оцинкованное покрытие. Что же нам выбрать? Конечно, оцинковка прослужит порядка 10-20 лет и не потеряет своих внешних свойств. Поэтому желательно выбрать оцинкованное покрытие. Сейчас я вам покажу несколько вариантов исполнения металла. Это может быть как оцинкованная труба, так и омегаобразный оцинкованный профиль. Оцинкованная труба визуально кажется крепче оцинкованного профиля. Но правда ли это? Давайте рассмотрим. Труба и профиль выполнены из листового металла. Данный металл имеет сгибы. Труба сгибается раз, два, три, четыре, имеет четыре ребра жесткости. Оцинкованный профиль шляпный имеет раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть ребер жесткости. Поэтому что профильные теплицы, что трубные теплицы могут иметь одинаковую крепость. Важно обратить внимание на толщину металла. Стандартная толщина металла для исполнения теплиц является 1 мм толщиной. Если в рекламе сообщают о том, что у них теплицы 1,2 мм толщиной или 1,5 мм и при этом низкая цена, остерегайтесь. Необходимо проверить следующее. Если производитель заявляет, что толщина металла 1,2 мм, он может это заявить в случае, если хотя бы одна деталь в теплице имеет данную толщину. При этом все остальные детали могут составлять 1 мм или даже порядка 0,8 мм. Конечно, производитель или продавец вас не обманул, но согласитесь, это не то, что вы хотели бы купить. Теперь я вам хочу рассказать о главном параметре при выборе теплицы. Это снеговая нагрузка. Все знают, что у нас в России очень снежные зимы. И данная зима была очень снежной, и очень много некачественных и дешевых теплиц попадало. Соответственно, при выборе теплицы вы должны понимать, что снеговая нагрузка для нашей полосы характерна не менее 120 кг на метр квадрат. Таким образом, если правильно и благоразумно подойти к выбору теплицы, выбрать качественного производителя и заплатить немножко подороже, на 1-3 тысячи рублей сегодня, то ваша покупка прослужит порядка 10-20 лет. И вам не придется менять теплицу и платить больше через год-два-три.